Ну здесь полчеловека, где-то должна быть вторая половина, а вот это видимо вторая часть. Не знаю, ребят, что вообще в этой игре может пугать. Блять, ебать тебе в рот! Всем привет, друзья, с вами Болторез. Накачал я тут недавно, ребята, всякого инди-трэша. И сегодня мы отправимся в игру под названием Сатанист. Ну, уже само название говорит за себя. Должно быть очень страшно, очень жутко. Не знаю, ребят, выйдет ли вообще этот видос, потому что в последнее время игры меня совсем не радуют. И проблема не в том, что они говно, хотя и это тоже. Они просто тупо не работают. Некоторые зависают, вылетают, у меня охерятся видеозаписи и всё, ребят. Поэтому в последнее время нету каких-то новеньких видосов на новиночки. Поэтому поиграем в старенькое. Я надеюсь, что хоть старые игры будут нормально работать. Я что-то чувствую опять. Мне нужно погулять или я вырублюсь снова. Наверное, так. Засну, наверное, хотел сказать. Это, наверное, наш офис. Кофе, ключи, вешалка и пустая комната. Слушайте, ребят, я дома. На С можем приседать. Причём мы делаем это очень быстро. На Shift я могу бегать. Фонарика нет. Хуя, нет. Прыгать не могу. Ну, давайте походим, ребят. Мы засыпаем. Мы, наверное, работаем в ночную смену. Не знаю вообще, кем мы работаем. Где мы? Кардиологист. Что за чёрт? Ага, и теперь у нас появился фонарик. Кто-то отключил свет. А как насчёт аварийного питания? Там вот эти вот все белоты. Блядь, что такое? Я испугался, что эта игра просто взяла и зависла. Тупо чёрный экран на 15 секунд. Ага, какой-то череп. Жёлтый череп. Нас кто-то вырубил, приволок, я не знаю, в подвал. Чё это за череп-то, Чемин? Где я? Да хуй не знаю. Это я сам открыл. У меня, суки, ещё и фонарик отобрали. На надпись это явно не похоже. Просто какие-то брызги в крови. И замок. Так и чё? Что здесь происходит? Пиздец. Ну здесь полчеловека. Где-то должна быть вторая половина. Вторая половина должна быть с головой. На голове есть рот. Возможно, вторая половина ответит на наш вопрос. Давайте пробежим пока. Как я, блядь, вообще здесь мог оказаться? Так, это что за писюнка? Ага, это батарейка, наверное. Просто, ну, нахуя мне батарейка, если у меня нет того, куда её можно вставить. Скажем так. Что, блядь, за еврейские какие-то звёзды тут, блядь? Кто делает игру? Welcome to hell! Гласит кровавая надпись на стене. Дай ему... Дай ему... Что, блядь? Свой что-то там. А, солу, наверное, душу. Кому, блядь, душу-то мне отдавать? Вы мне, блядь, сначала фонарь дайте. Господи, что это такое? Чё это со освещением? Почему так тихо? Наверное, мы не туда, ребят, свернули. А вообще здесь возможно зайти-то, нет? В какую-нибудь камеру. Ещё-то с лампочкой. Чё-то, блядь, напал. Ну, какой-то кисель шоколадный разлили. Хорошо, у нас здесь ещё был какой-то проходик. Блядь, а почему темно-то так? Да, вот. Welcome to hell. Ну, ладно, давайте в hell зайдём. Здесь открывается. А вот эти вот... Угу. Ну, пока, ребят, нихуя не понятно, потому что у меня, ну, фонарика тупо нет. Я бы, может, и походил здесь, побродил по этим тёмным коридорам. Перевёрнутый крест. Здесь кисть человеческая. Всё, что от неё осталось. Хорошо, идём дальше. Ну, игра называется Сатанист. В принципе, это всё понятно, да? Какой-то ненормальный разделывает людей. Он, наверное, то же самое хотел и со мной сделать. Я, наверное, просто проснулся раньше времени. Шкафы. Здесь нет батареек. Так, подождите. Это что? Я нашёл, получается, фонарь. А как мне его взять? Я же там одну батарейку нашёл. Или что я подобрал-то? Здесь вообще нет никакого ни инвентаря, ни хуя. Я вообще абсолютно ничего. Я не понимаю даже, что я подобрал. Ну, на F нажимаю, ничего не происходит, ребят. Я и на R пробую, чтобы как-то, не знаю, перезарядку сделать, ставить батарейку в фонарик. Если это действительно был фонарик. Очень-очень странно. Ну, в самом начале игры я тоже не мог пользоваться фонариком. Он стал доступен только, когда погасили свет. Может быть, нам сейчас нужно куда-то пройти. После чего мы можем им пользоваться. Но нет. Здесь какой-то тупик. Я судорожно прожимаю Е в надежде, что какая-то дверь, блядь, в темноте откроется. Но ничего не происходит. Здесь, наверное, то же самое, да, будет? Давайте будем вот так спиной идти. Вот, я куда-то уперся. Я куда-то уперся. Нажимаю на Е. Ага. Здесь у нас, получается, есть дверь. Которая не открывается. А здесь... Блядь! Спокойно, нахуй. А вот это, видимо, вторая часть. Все понятно. Ничего здесь могу сделать. Парень просто отдыхает. Наверное, его тоже заебало играть в эту игру. И он решил повисеть. Почему бы нет? Мне кажется, с таким охуительным геймплеем это самый лучший вариант. Блядь, ну серьезно? А здесь можно... Опции? Ну да. Я думал сделать как-нибудь посветлее. Может быть, я что-нибудь смогу разглядеть. Ну серьезно, а куда мне идти-то надо? Хорошо, попробуем зайти еще вот в этот коридор. Вот это вот что, блядь, такое светится? Какой-то, блядь, столб или что-то за хуйня? Может, нам стоит выйти обратно и где-то, блядь, что-то произойдет? Не понимаю. Нихуя не понимаю. Здесь все мы исследовали. Вот что за дверь. Почему здесь еще, блядь, одна дверь? Дай ему душу. Да заберите, блядь, уже мою душу. Только фонарь мне дайте или еще что-нибудь. Ну это... Ну как это, блядь, ребят? Ну что это за игра? Он свободен. Кто, блядь, свободен? Вот что-то выглядит, как батарейка. Ну я взял ее. Ага, все, теперь у нас есть фонарик. Заебца. Только... А зачем нам вообще батарейки, если здесь я нигде не вижу? Заряда этого... Этой самой батарейки. Откуда я узнаю, в какой момент у меня фонарик перестанет светить? Получается, нам нужно просто бегать по этому подземелью, и где-то что-то должно происходить. Вот теперь у нас есть фонарь, и... И что? И теперь, наверное, нам нужно идти в темные зоны. Назовем их так. Да? Вот здесь тупик. Вот здесь что? Несерьезно, блядь? Допустим. Что-то как-то, блядь, неприятно. Мне больше напрягает вот эта тишина. Знаете, ребята, выражение... Мёртвая тишина. Вот она здесь, блядь. Мы куда-то, блядь, поднимались. Я думал, мы всё-таки из подземелья-то уже выбрались, нет? Что только ритуал, ты найдёшь что-то, ответы на свои вопросы. Какой-то ритуал нужно провести, да? Откуда здесь в подвале какой-то доктор, блядь, в халате? Это что за красная хуйня? Что это за поебенье? Ага, здесь нам нужно ввести какой-то пароль, и откроется вот эта дверь. Дверь, видимо, в какую-то лабораторию. Хорошо, у нас тогда остаётся единственный вариант пойти в эту сторону. Сортили. В сортилих наверняка что-то есть. Где-то что-то капает. Так, вот вижу. Здесь наверняка будет опять разделанная туша чья-то. Нет? А, ну да. Опять же нижняя часть. Пиздец, ну чё так всё квадратно-то в этой игре? Это же инди-трэш. Ой, блядь, ну это пиздец. Радиус освещения вот этого фонарика можно было сделать хоть, ну как-то побольше, блядь. А это чё, не будет открываться, что ли? Очень подозрительно. Потому что абсолютно все двери открылись, а вот эта последняя почему-то не хочет открываться. Не знаю, с чем это связано. Возможно, через какое-то время она опять откроется. Ну, идём дальше. Здесь получается развилка. Это лифт, что ли? Не работает. Блядь, я не удивлён. Так, это пожарный ящик. А-21. Давайте попробуем зайти в кабинет. А-21. Ну, это ебануться. Ну, я вперёд свечу. Ну, просто нихуя вообще не видно. А-20. Здесь вообще какая-нибудь дверь-то будет открываться, нет? Мы смотрим за тобой. Да смотрите, блядь, сколько угодно. Так, здесь кто-то валяет. Блядь! Ебать тебе в рот! Фу. Куда его там уволокли? У него наверняка была конить карточка. Что? Mid his dead. Твари, блядь. Мужика куда-то утащили. Есть стремянка. Ну, нахуй нам не нужна. Подождите, а здесь, смотрите, шкаф что-то. А, это просто шкаф упал. Мне показалось, здесь какая-то вентиляция в стене. И шкаф её придавил. Возможно, надо было убрать шкаф и залезть в вентиляцию. Но нет. Не думаю, что это так работает. Здесь. Слушайте, ребята, может нам нужно как раз-таки идти на вот эти надпись. Там что-то светится красное. И следовать за вот этими надписями. Нет? Что здесь? Ещё одна, что ли, какая-то дверь? Ага, тут ещё какой-то нужен пароль. Подождите, здесь кровавый отпечаток. Очень странно. Ну, я в каждую дверь ломлюсь, и абсолютно ничего не происходит. То есть, он даже ручку не дёргает. Ну, похуй, возвращаемся. Давайте тогда к надписи, да, вот сюда вернёмся. Я уже не знаю, как я обратно пойду, если вдруг здесь ничего мы не найдём. Что я уже просто забыл, где мы там куда поворачивали. А походу придётся идти назад. Что всё, осталось две двери. И всё. Ну, они не открываются. То есть, он даже вообще никак не взаимодействует-то с ними. Ага, и тут, получается, ещё какая-то дверь. Допустим. Вот здесь, получается, доктора утащили, да? А мы можем ещё сходить в эту сторону. Так. Открылась какая-то дверь. Подождите, она была с номером? Охуеть! А16 открылась, остальные не открываются. То есть, ну, я действительно, что ли, должен вот так вот в каждую дверь дверь щемится. Какая-то записка. Так. Эксперименты опять. Ну, всё понятно. Какие-то опыты. Почему, блядь, сатанист тогда называется? Хуй его знает. Так. Здесь две странички. Наверняка здесь есть цифры, ребят. Наверняка. В этих записях скрыт пароль от двери. Откуда я узнаю, какой. 138.032. 138.033. Потом этот следующий, да, был подопытный. 138. 138. Ну, допустим. Допустим, мы попробуем. Надо было сразу, кстати, попробовать на этом кодовом замке потыкать цифры, хотя бы узнать, сколько их вообще должно быть. но и здесь закрыто естественно окей получается вот здесь нам нужно сейчас поворачивать направо еще какой-то кабинет что это такое получается мы здесь как-то по кругу что ли прошли мне нужно выйти кто ага все понял все я понял да здесь сейчас будут сортиры хорошо получается да ребят смотрите мы там везде пролазили нашли только лишь одну записку получается из этой записки должен какой-то пароль следовать не знаю давайте попробуем а где здесь цифра 1 скажите мне пожалуйста вот это наверное почему на экране никакие цифры не просвечиваются так еще раз пробуем раз два три 4 5 да получается шесть 6 цифр но вот эта цифра 1 давайте попробуем сто тридцать восемь ноль тридцать два сто тридцать восемь ноль тридцать три куда уважаемый разработчик поменяйте пожалуйста кнопку на 1 или вообще долбаю допустим ну 6 6 цифр ребят после шести цифра от хуйня начинает пикать что получается нам нужно блять найти какие-то другие шесть цифр где-то же здесь на ребят у нас было ахо ебать а куда она делась сука записка здесь лежала а получается мы эту записку подобрали это записка у нас находится а каким собственно хуем я могу ее достать и прочитать вот я нажимаю на тап я на все подряд нажимаю ребята и нихуя не происходит то есть вы понимаете да всю убогость ну хорошо да здесь тупик здесь просто эти двери здесь мы не нашли где-то еще была дверь тоже с каким-то кодовым замком да вот здесь вот с кровавой лапой здесь собственно нахуя не открывается записку я тоже не могу достать прочитали и в панике блядя не знаю сожгли и что вместо блять цифры 1 там решетка лифт также не работает странно в первый раз почему-то была надпись сейчас уже нет у нас не открывалась вот эта дверь может быть сейчас она откроется тоже не не знаю ребят что вообще в этой игре может пугать почему это хор ну волокли только лишь один труп это было немножко неожиданно но это не было страшно где этот сатанист который все вот эту вот хуйню натворил тоже пока непонятно я не знаю может он вылезет в конце игры вот такой вот ребята инди трэш вышел в стиме какое-то время назад я не помню даже какого года эта игра под названием сатанист обходите пожалуйста это стороной подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока